Правильная настройка главной страницы вашего игрового канала – это замашка на победу, если вы хотите развиваться в этом очень конкурентном пространстве. К концу этого видео ваша страница будет оптимизированной для долгого пути к успеху. Привет, я Дэн, и добро пожаловать на VidaIQ. Как хорошо и как долго вы продумывали оформление вашего канала? Дайте нам знать в комментариях. Когда кто-то подумывает подписаться на ваш канал, а значит присоединиться к вашему сообществу, важно, чтобы ваш канал был настроен правильно. Вам нужен баннер, заполненная секция о канале, вам понадобятся трейлеры, плейлисты, которые продемонстрируют ваши лучшие работы. Ваша цель здесь в том, чтобы заставить каждого, кто заходит на вашу главную страницу, нажать ту самую заветную красную кнопку. Сегодня я вам помогу в достижении этой цели. Для демонстрации мы будем делать что-то вроде аудита канала на моём собственном игровом канале, который не совершенен, но, думаю, будет хорошим примером того, что вы можете делать правильно и неправильно на вашем канале. Давайте начнём с баннера вашего канала. Зачем он вам вообще нужен? Я предлагаю рассматривать его как значок видео всего вашего канала. Он поможет новым посетителям понять, о чём, собственно, ваш канал, и даст ли он им тот контент, который они ищут. Важно сразу сформулировать заявку вашей ценности, и, честно говоря, моя могла бы быть лучше. Я довольно часто её вижу. Новые видео каждую неделю или новые видео каждый день. Вместо этого я мог бы сказать что-то вроде «показываю лучшее из Майнкрафт каждую неделю». Что касается лого, помните, что оно имеет форму круга, а если ваше изображение квадратное, уголки будут обрезаны. Также помните, что это довольно маленькое изображение, особенно в таких секциях, как комментарии. Самое главное – удостоверьтесь, что ваше лого и ваш баннер выдержаны в одном стиле всего вашего канала. Чем более собранным выглядит ваш бренд, тем серьёзнее выглядите вы как автор. Возможно, самое важное, что я вам здесь покажу – это плейлисты, и как выбрать нужные, чтобы разместить их на главной странице. Но перед этим давайте быстро обсудим трейлер моего канала. С трейлером у вас есть два варианта. Вы можете сделать видео, которое как бы разбивает четвёртую стену и просто объясняет, какие видео вы создаёте на своём YouTube-канале. Так делают многие. Я решил использовать одно из видео, над которым я очень много работал, которое мне очень нравилось и которое неплохо зарекомендовало себя на канале. Время от времени я меняю его, если мне кажется, я сделал что-то получше. Этот ролик, возможно, стоит обновить. Это видео про 5 главных модов в Майнкрафте за этот месяц. Если ваше видео короткое и увлекающее, вам не обязательно садиться перед камерой и рассказывать о том, что вы собираетесь сделать. Почему бы просто не показать это одним из ваших лучших видео? Стратегия очень важна в том, какие плейлисты мы размещаем на нашей главной странице. Самый первый – это новый плейлист канала. Своего рода тоже трейлер. То, что я покажу своей аудитории, чтобы дать им понять, какой контент я произвожу. Я вернусь к этому чуть позже, давайте посмотрим, что стоит ниже. Здесь мои загрузки. Это не обязательно, многие каналы могут и не использовать загрузки, а вместо этого позволить своей аудитории просто зайти во вкладку «Видео», чтобы увидеть все последние загрузки. Далее я разделил свои плейлисты на различные серии, что я веду на своем канале. Например, модификации Майнкрафт, списки 105. А в самом низу находятся самые популярные загрузки, которыми я просто хочу похвастаться. Им там не обязательно быть, поэтому они в самом низу. Что касается плейлистов, также важно разместить их описание и чтобы оно было читабельно. Я имею в виду, не нужно бросать туда просто пачку ключевых слов. В моем описании, вы заметите, я разместил несколько ключевых фраз, но так, чтобы это было понятно читателю. Описание плейлистов помогает им подняться в поиски, а это очень важно. Так что не забывайте про эту функцию. Этот плейлист, который я заглавил «Все для новеньких, начинать здесь» следует нашему собственному совету с видайкью. Кстати, если вы не знали, видайкью предлагает коучинг вашего канала. Наши тренеры – это команда, которая берет каналы с тысячей подписчиков и превращает их в сотни тысяч. Это сервис, который мы предлагаем серьезно настроенным людям, имеющим желание развиваться на ютубе. Ссылку я оставлю в описании, если вы захотите взглянуть. Помните, что я сказал, что мой трейлер – это одно из тех видео, которым я очень горжусь? Примерно то же самое должно быть в таком плейлисте для новеньких. Создайте этот плейлист из шести, десяти ваших лучших видео. Из тех видео, которые привлекли наибольшее количество подписчиков. Если у вас установлено расширение видайкью, сделать такой плейлист для новеньких очень просто. Все, что вам нужно сделать, это отмотать вниз до инструмента аудит канала. И здесь вы сможете понять, какие из этих видео приводят к вам подписчиков. Убедившись, что этот плейлист полон видео, которые убедят зрителя подписаться на ваш канал, вы сделаете так, что никто не устоит от подписки, посмотрев его. Вы также можете заметить, что эти видео довольно короткие, они все меньше пяти минут. Смысл в том, чтобы люди посмотрели несколько перед тем, как понять, чёрт побери, я подсел на этот канал, срочно нужно подписаться, чтобы увидеть больше. Теперь, когда у вас есть представление о том, какие видео и плейлисты вам стоит демонстрировать на главной странице, давайте поговорим о структуре. Стратегия играет большую роль в том, как я структурировал свой канал. Если мы вернёмся на YouTube и отмотаем вверх, нужно просто нажать на «Настроить вид канала», и там мы можем увидеть внутреннюю кухню. Как я уже вам показал, вот мой трейлер, и также у меня есть рекомендованное видео для подписчиков. Обычно, если я делаю видео, которым могу гордиться, я размещаю его здесь, но на моём опыте большой роли это не играет, что конкретно вы здесь покажете. Просто покажите вашим подписчикам то, что они могли пропустить. Если промотаем страницу вниз, можно увидеть рекомендованные разделы. Возможно, вы уже заметили, но мой плейлист для новичков не стоит на первом месте, хотя я и сказал вам, что так должно быть. Всё потому, что разные разделы будут показаны по-разному в зависимости от обстоятельств. Мой первый раздел – это короткие видео, новый раздел YouTube. Так я создал свою собственную полку коротких видео, которые видно только в мобильном приложении. Поэтому, если вы зайдёте на мой канал с мобильного устройства, вы увидите все мои короткие видео. Следующий раздел – это прямые эфиры. Я делаю их на моём канале время от времени, поэтому я решил размещать их сверху тогда, когда только провёл прямой эфир. Под ним я разместил все предстоящие прямые эфиры, а дальше все плейлисты, что я сегодня упомянул. Пока мы здесь. Вкладка брендинг – это место, где вы можете загрузить своё лого и баннер, но давайте сначала взглянем на основную информацию. Здесь вы сможете изменить ваше описание канала, и очень важно заполнить его правильно. Снова и снова мы видим игровые каналы, которые просто пишут «Привет, подпишись на мой канал, чтобы увидеть больше роликов». Они не особо углубляются в то, почему вам стоит подписаться, какие видео они обычно постят. Также важно заметить, что описание вашего канала помогает вам подниматься в рейтинге. А внизу вы можете добавить ссылки на различные места вашего обитания в интернете. Я разместил здесь Дискорд, Твиттер, Твич. Все эти ссылки будут показаны на моей главной странице, если вы когда-нибудь задумывались, как люди размещают их ссылки вот здесь в углу. Вот так. Если вам удалось набрать больше тысячи подписчиков, у вас уже должна быть разблокирована вкладка «Сообщество». И это последнее, что я хочу вам показать. Посты «Сообщество» отображаются и на компьютерах, и на мобильных устройствах. Здесь вы можете получить много реакций, что поможет вам в развитии канала. Люди начнут видеть, кто вы, и принимать участие в ваших опросах. Я советую вам выкладывать посты через вкладку «Сообщество» как минимум пару раз в неделю, если не больше. Ваша главная страница может быть оптимизирована самыми разными способами, так что надеюсь, это было полезно. Если так, ставьте лайк, а мы увидимся в следующем видео.